Скажите, кто у вас начальник? Кто начальник, скажите? Я откуда знаю, кто не начальник. Так, вы по какому праву находитесь под нашим домом? Давайте, давайте. Сейчас мы все это снимем, сейчас все это будет в интернете. В последние несколько дней в соцсетях развернулось бурное обсуждение строительных работ, которые начались в южной части Черкеска между одним из зданий Республиканского управления полицией и жилыми домами по улице Парковой. Горожане выкладывали снятые на камеры телефонов видеоматериалы с эдаким эмоциональным посылом. Что же происходит на территории, которая еще недавно представляла собой обнесенное сломанным забором небольшое заброшенное строение? Никакой техники безопасности, ничего. Что это творится у нас? Что за захват здесь? Покажи вот эту тротуарную дорогу, где дети ходили в школу. Дети ходят в школу, как они должны ходить? Теперь участок вырос в несколько раз, разрыт котлован площадью в несколько тысяч квадратных метров. Жители близлежащих многоэтажек нигде не смогли найти таблички этакого паспорта строительства, который должен быть у входа на любой строительный объект внушительных размеров. Зато подальше перенесена детская игровая площадка. Аккуратно стоявшие повсюду скамейки подпирают забор. Почти полностью разбит тяжелой техникой тротуар, по которому юные горожане ходили в ближайшую 16-ю школу. Здесь была дорога. По этой дороге мог проехать и транспорт, спецтехники, и вообще люди. Мы же здесь живем. И дети ходили в школу. Вот там вход в 16-ю школу. Там спортивный комплекс построили для детей. То есть вот сейчас дети, мы вот здесь стояли с пол восьмого утра, дети по вот этим катакомбам шли в школу, вот там в дырку, залазя в забор. Начали узнавать у строителей, у всех, что же здесь будет строиться. Потому что котлован начал рыть глубокий, широкий. И мы заинтересовались, а что же тут будет за объект. Как выяснилось, сказали, что на первом этаже будет магазин, потом девятиэтажный дом. Но вот перед вами приезжал парень, который занимается застройкой, и сказал, что магазина не будет, будет только девятиэтажный дом. Там элитное жилье, огороженное. Мы говорим, а зачем вы влезли сюда? Там полностью вместо детской площадки, вот этого парка городского, который был, там будет у них парковка. По очереди тяжело. Их будет их парковка. И якобы детскую площадку там немножко перенесут ближе к забору 16-я школа. Мы говорим, пока вы были огорожены здесь, мы не обращали на вас внимания. Они нам говорят, мы вам не обязаны предоставлять никакие документы. А как не обязаны? Мы же люди, мы же здесь живем, это же плотная застройка. Это не просто где-то на поле вы начали какое-то строительство. Мы говорим, покажите план застройки и разрешение на застройку. Иначе каким образом вы имеете право залезать уже буквально на нашу территорию? К слову, на территории объекта в непосредственной близости от бывшего детского сада «Рябинушка» полицейские обнаружили две бесхозные сумки. Не исключено, что вещи принадлежали строителям, которые при виде снимавших их людей предпочли быстро покинуть это место. Кинолог с собакой не выявили в подозрительной находке ничего взрывоопасного. Однако в подобных ситуациях бдительность никогда не бывает лишней. Что касается самой стройки, то горожане в первую очередь обеспокоены за свои дома. И за то, что в случае, если слова о возведении здесь многоэтажного элитного дома окажутся правдой, им негде будет ходить и оставлять свой автотранспорт. Нельзя исключать и высокую вероятность задеть строительной техникой коммуникации их многоэтажек. Вот с этой стороны, посмотрите, они дарыли, вот белый кирпич. Вот это наши коммуникации все идут, и связь тоже, и Ростелеком здесь же. И теплотрасса, и канализация все здесь. На примере этой ситуации можно уверенно говорить о том, что для людей является крайне важным. Даже если с документами на возведение здания все в порядке, зачастую не хватает информации о предполагаемом объекте. Какую территорию он займет, куда девать переставленную АБК детскую игровую площадку. Как предполагаемое строительство повлияет на целостность коммуникаций, на парковочные места, зеленую зону. Пока вопросов значительно больше, чем ответов. Артур Максимиха Каракелян. Итоги недели.